Севастопольское информационное бюро Первые новости города В Тбилиси разогнали антироссийский стихийный митинг у здания парламента Грузии. Вчера вечером собрались несколько тысяч человек, требующих отставки председателя парламента Ираклия Кабахидзе. Поводом для протеста, организованного оппозиционными партиями Грузии, стало участие российского депутата Сергея Гаврилова на Межпарламентской ассамблее православия, которая началась ранее, в четверг, в зале пленарных заседаний парламента страны. Оппозиционные депутаты из Единого национального движения и Европейской Грузии возмутились тем, что глава делегации России, который также является президентом МАПа, открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. В результате заседание было сорвано после того, как зал покинули оппозиционные политики Грузии. Гаврилов сообщил российским СМИ, что оппозиционные активисты облили его водой и попытались отобрать документы. Представители руководства правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» назвали инцидент с российской делегацией в парламенте протокольной ошибкой. По словам генерального секретаря партии Кахи Каладзе, было недопустимо проведение мероприятия в Тбилиси в такой форме и тем более под руководством российского спикера. Глава МВД Грузии Георгий Гахария, который приехал к зданию, характеризовал митинг как штурм государственных институтов, как минимум. Для разгона стихийного митинга у здания парламента Тбилиси полиция применила резиновые пули. По сообщениям Минздрава Грузии, в результате протестной акции пострадали 52 человека, из них 38 – сотрудники полиции. Были госпитализированы по меньшей мере 16 человек. Также последовала реакция со стороны МИДа России, который выразил возмущение в связи с произошедшим. Как говорится в комментарии заместителя главы внешнеполитического ведомства Григория Карасина, на сайте ведомства представители радикальных политических сил Грузии использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира для выплескивания своих антироссийских настроений. Федеральный закон о неуважении к власти направлен в первую очередь на борьбу с оскорблением силов государства, сказал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг. Трактовать новый закон как карательный инструмент для борьбы с теми, кто критикует власть, нельзя. В этом законе речь как раз не идет о критике власти. Наоборот, она должна быть свободной. Люди должны, имеют право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов. Это само собой разумеется. Закон направлен совсем на другое. Он направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, собственно нашего народа, каждого из нас. Чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, над гербом и так далее. Вот о чем идет речь. А такие факты все-таки имеют место быть и мы не можем не обращать на это внимания. Более того, такая практика не какая-то квасная, российская. Во многих странах мира уголовная ответственность предусмотрена даже. Несколько лет лишения свободы даются в европейских странах, допустим, в Федеративной Республике Германии. У нас административная ответственность только вводится на этот счет. Поэтому здесь нет ничего необычного. Но, с чем я не могу с вами не согласиться, вы абсолютно правы, никто не имеет права злоупотреблять вот этой нормой для того, чтобы ограничить людей в их праве, критиковать действующую власть любого уровня, кстати говоря. И, конечно, мы будем за этим следить. Я попрошу и Генпрокуратуру самым внимательным образом обратить на это внимание. Правоприняительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона. Многие вопросы, поступившие на прямую линию с Владимиром Путиным, можно решить на местах. К такому выводу пришли члены Севастопольского штаба партии «Единая Россия». 20 июня они внимательно следили за общением президента со всей страной. Вопросы, касающиеся уровня зарплат, здравоохранения, социальной сферы, тарифов, типичны для нашего региона. Одной из первых на прямой линии прозвучала жалоба командира отделения пожарной части Калининградской области. Он рассказал, что получает 16 тысяч рублей. Чтобы выжить, приходится работать на нескольких работах. Заместитель начальника главного управления федеральной службы войск национальной гвардии по Крыму и Севастополю Сергей Колбин отметил, что ведомство сталкивается с такой же проблемой. Нехватка молодых кадров служебного и социального жилья, низкие зарплаты гражданского персонала значительно затрудняют работу. Отсутствие общежитий не позволяет многим нашим севастопольским структурам, таким как здравоохранение, образование, силовые структуры, решить вопрос, связанный с закрытием процента некомплекта. Люди просто не едут, а те, которые приезжают, через несколько месяцев возвращаются обратно. Проблема очевидна, проблема налицо, ее нужно решать уже, наверное, эту проблему будет решать уже новый состав законодательного собрания. Не менее актуальным для населения оказался вопрос личного здоровья. Севастопольское здравоохранение – одна из наболевших тем. С 2015 года город ждет выполнения поручений президента. Это строительство жизненно необходимых городу объектов – онкологического центра, больницы скорой медицинской помощи и инфекционной больницы. Так же, как и в других регионах, часто люди не могут получить льготные лекарства. Катастрофически не хватает врачей. Как отметила депутат законодательного собрания Татьяна Щербакова, решение этих проблем требует внимания на местах. Тем более, что федеральный центр выделяет на эти цели достаточно средств. Средства, которые выделяются всей стране. Генеральный способ, цитирую Владимира Владимировича, лучшую ситуацию – двинуть экономику вперед и решить социальные проблемы. И запросы очень серьезные на справедливость, существующие в обществе. Это, прежде всего, конечно, законность. На мой взгляд, это вот тот катализатор, который в разы увеличит скорость движения вперед. Это тот способ, который сможет решать существующие проблемы прямо на местах. Решение многих вопросов предусмотрено национальными проектами, подчеркнул сопредседатель Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта Владимир Немцев. Такие ключевые задачи, как повышение рождаемости, доступность импотеки, а также обеспечение роста заработных плат и снижение социального неравенства, не могут не волновать граждан. Национальные проекты нацелены на повышение благосостояния людей, добавил Владимир Немцев. Мы, как Народный фронт, мы всю ситуацию с этими проблемами держим под контролем, мониторим, конечно, но и самое главное, следим за исполнением поручений президента, за исполнением национальных проектов, за реализацией этих национальных проектов, которые действительно призваны, как сказал президент, улучшить и общую ситуацию в стране экономическую, и самое главное, улучшить ситуацию с уровнем жизни. И к городским новостям. 20 июня курсанты факультета специального вооружения Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени Павла Нахимова получили дипломы о высшем образовании. Церемония прошла в Балаклавском музее фортификационных сооружений. В торжественной обстановке 58 выпускников получили на руки документ об окончании вуза. Это первый российский выпуск. Ребята поступили в училище в 2014 году после воссоединения Севастополя и Крыма с Россией и обучались уже по российской образовательной программе. Путь к заветному диплому был непрост. Пять лет курсанты Черноморского высшего военно-морского училища изучали математику, физику и тонкости оборонной промышленности. Зато теперь выпускники факультета специального вооружения смогут служить во всех родах войск. Грамотные специалисты в этой области нужны везде. Думаю, для любого курсанта, студента, обучающегося в высшем учебном заведении, предстоит определенные трудности преодолеть для того, чтобы получить высшее образование. Но для военных это дополнительные трудности, связанные с принесением дежурства, с теми особенностями, которые на них накладывает военная служба. Но, тем не менее, ребята все достойно преодолели. И вот сегодня мы, соответственно, вручаем им дипломы. Евгений Дайнека в числе первых получил диплом о высшем образовании. Выпускник рассказывает главное, что им прививали все эти годы – ответственность за свои действия и поступки. Поэтому к своему делу каждый из будущих офицеров относится серьезно. Пять лет прошли быстро, очень быстро и очень интересно. Насыщенная учеба, тяжелая, легкая, интересные моменты. И это закаляет характер. И действительно, после этих пяти лет можно чувствовать себя настоящим офицером. Разделить с выпускниками торжественный момент получения диплома о высшем образовании. Пришли их друзья, возлюбленные и члены семей. Мамы и папы, братья и сестры и даже бабушки. Переживали всегда за него. И сейчас мы очень рады, что наконец-то он у нас получил диплом. Мы собрались с семьей, чтобы увидеть это событие. И, конечно, фотографировались и диплом его пересмотрели. Переместали. В общем, мы счастливы. Совсем скоро ребята простятся с уютным домом и шагнут во взрослую жизнь. После выпускного они уйдут в небольшой отпуск, а затем отправятся к месту дальнейшей службы. Это у нас первый российский выпуск. Ребята были набраны в училище в 2014 году. И вот сегодня они уже заканчивают свое обучение. Все курсанты получили распределение в воинские части. Будут проходить службу по всей территории Российской Федерации. От Калининграда до Камчатки. И от Новороссийска до Мурманска. Церемония завершилась словами на путстве от наставников. Всегда помнить родное училище и родной Севастополь. Куда бы офицеров не завела судьба. В селе Полюшка-2 скоро появится газ. Строительно-монтажные работы по установке труб завершены и приняты Ростехнадзором. Планируется, что голубым топливом обеспечит около 150 жилых домов. Село Полюшка-2 станет первым из списка основной программы годификации Севастополя. Сколько местные жители заплатят за подключение и какие замечания получил подрядчик, подробнее в репортаже. Общая протяженность газопровода 7 километров. Планируется, что отказаться от печей смогут жители 150 домов села Полюшка-2. Строительно-монтажные работы завершены и уже приняты Ростехнадзором. Жителям осталось дождаться, когда объект передадут на баланс эксплуатирующей компании и проведут врезку к основному газопроводу. Примерно две недели нужно для передачи объекта в эксплуатирующую организацию. Недели, ну декаду, наверное, возьмем для работы по врезке. Все далее зависит от пау Севастополь-газ. Мы говорили о том, что сегодня на территории города Севастополя действует только одна ГРО. Поэтому, к сожалению, не все у нас получается оперативно с ними. Но будем работать темпом таким, чтобы к завершению врезки работы по пуску газа с их стороны были все подготовлены и решены. По словам Михаила Тарасова, село Пулюшко-2 стало первым из списка основной программы газификации Севастополя. Чиновник уточнил базовый объем работ на этот год завершить всю программу проектирования. С этого года мы снизили плату за подключение техприз по газу. Соответственно, расстояние до 5 метров – это самая минимальная стоимость – 21 тысяча рублей на техприсоединение. До 65 метров от 5 метров – это стоимость 26 тысяч рублей. А от 65 метров – это уже 65 тысяч рублей. В прошлом году цена была одна для всех при любом расстоянии. И стоимость была порядка 56 тысяч. Строительно-монтажные работы по установке труб в селе Пулюшко-2 завершили за 5 месяцев. По словам подрядчика, без замечаний не обошлось. В процессе выполнения строительно-монтажных работ у нас возникали в основном проблемы с корректировкой проектной документации, которую мы в рамках авторского надзора решали. А также были определенные взаимоотношения с людьми, потому что газопровод шел по границам их участков, ну и мы находили компромиссы с этими людьми. Все замечания сегодня устранены. Сегодня объект подписан ГУП «Севастопольгаз» – это эксплуатирующая организация. И сегодня подписан акт ввода в эксплуатацию органами Ростехнадзора. Трубы газопровода установлены вдоль жилых домов. 5 километров проходят над землей и два под. Трубы расположены близко к участкам. Но, по словам подрядчика, это не только безопасно, но и выгодно для севастопольцев. Мы работали в рамках проектного решения, исключительно по проекту. И это сделана была идея такая проектировщиками для того, чтобы уменьшить расходы людей при подключении газа в их дома. Это абсолютно безопасно и сопровождается всеми нормами техническими и юридическими. Газификации села местные жители ждали не один год. Затраты на подключение не пугают. Люди надеются, что смогут воспользоваться газом в ближайшее время. Однако печи разбирать не торопятся. Мы печки, наоборот, хотим еще и оставить, потому что надежды еще мало. Потому что уже нас несколько раз говорили, что вот будет газ. Два-три года тому назад подключили половину села, а нам не подключили. Поэтому еще пока газа не будет дома, мы ничего отключать и убирать не будем. В госпрограмму газификации входят не только села, но и многоквартирные дома. По словам Михаила Тарасова, появление голубого топлива у местных жителей напрямую зависит от финансирования. Дарья Гзюнова, Денис Александрович, Севенформбюро. Севастопольские дворы по улицам Коломица и Флагманское, которые остро нуждаются в ремонте придомовой территории и установке детских и спортивных площадок, не включили ни в одну из программ по благоустройству дворов и общественных пространств на 2019 и 2020 годы. Об этом в ответ на информационный запрос нашего телеканала сообщил начальник управления благоустройства Департамента городского хозяйства правительства Севастополя Николай Аралин. Напомним, 6 июня в эфире НТС вышел сюжет, в котором мы рассказывали о проблемах жителей дома номер 13 по улице Коломийца. Дороги во дворе изобилуют ямами и колдобинами, что называется «не проехать, не пройти». Люди годами просят чиновников обратить внимание на их проблемы, но ВОЗ и ныне там, в ответ лишь отписки. Во дворах по улице генерала Коломийца 3, 5, 7 и Флагманское 1 другая проблема. На всю округу одна детская площадка советского образца. Качели в аварийном состоянии, того и гляди, рухнут. Люди много лет обращаются к чиновникам, оставляют заявки и пишут письма. К сожалению, в настоящее время именно дворы, которые были указаны в обращении, они не попали в соответствующую программу, поскольку до 2018 года соответствующие адресные перечни формировались в муниципальном образовании. Сейчас эти заявки подаются у нас также и через управляющие компании, поэтому, в принципе, если есть необходимость и желание у жителей ускорить процесс благоустройства на территориях территорий, возможно, участие в конкурсе «Самый дружный двор». Прием заявок на участие в программе «Самый дружный двор» стартует в начале июля. Заявки будут принимать муниципалитеты, рассказал Николай Аралин. Оформляя в соответствующем порядке все необходимые документы, поддаваться на конкурс, а дальше уже все зависит от конкурсного жюри. Если жюри признает, что заявка конкурентна, то будет в адрес соответствующей территории предусмотрено финансирование от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей, и которым уже жители сами смогут, скажем так, распорядиться в плане того, какие работы, в каком порядке наполнений будут реализованы в их территории. В нашем городе работает несколько программ по благоустройству дворов и общественных пространств. Нужно признать, позитивные изменения уже коснулись многих севастопольских дворов. В некоторых районах детские и спортивные площадки оборудованы чуть ли не через каждые 100 метров. Кое-где объекты благоустройства буквально на каждом шагу. Как чиновники распределяют благо между жителями Севастополя – главный вопрос, который задают горожане. Собираются заявки с муниципальных образований, с управляющих компаний, также с недавнего времени. Соответственно, все-таки городскими специализированными органами спинтитной власти сейчас выполняются работы, чтобы при планировании данные, скажем так, блага распределялись равномерно. И, соответственно, кроме того, у нас также есть еще и дружного двора, и городских программ силы муниципальных образований, которые они реализуют за средства субвенции, переданные с государственного бюджета. Поэтому где-то, возможно, сейчас в, скажем так, наших производственных программах больше концентрации этих мероприятий, где-то меньше. Мы попытаемся связаться с муниципалитетом Ленинского района и узнать у его главы Антона Тицкого, что он думает об этой проблеме. Марина Иванова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро. По инициативе азербайджанской стороны запущены регулярные автобусные рейсы между Паку и Симферополем. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на руководителя Крымавтотранса Игоря Коробчука. Он рассказал, что пока перевозчики будут осуществлять маршрут раз в неделю. Со временем, когда станут понятны целесообразности и объемы перевозок, будет установлено точное количество и расписание рейсов. Кроме того, Игорь Коробчук рассказал, что ожидается запуск автобусных перевозок из Крыма в Белоруссию. На данный момент работа по оформлению необходимых документаций идет в процессе. Также в планах маршрут в Санкт-Петербург. Запущено уже автобусное сообщение с Москвой, Краснодаром, Сочи, Анапой, Луганском и Донецком. В Росгвардии сформировали отдельную бригаду, предназначенную для охраны Крымского моста, сообщает РИА Новости Крым. В нее вошел специальный морской отряд, полк войск Национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения. При службе ведомства сообщили, что новое формирование располагает большим арсеналом средств и способно предотвратить любую диверсию суши или акватории. Первый из четырех катеров «Грачонок», предназначенных для охраны Крымского моста, спустили на воду 19 июня в Рыбинске. К осени все четыре корабля прибудут в Керчь. Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» завершил выполнение боевых задач в Тридеземном море и вернулся в пункт постоянного базирования. Корабль прошел путь в 4000 морских миль. В течение трех месяцев экипаж отрабатывал комплекс учений по ведению боя одиночным кораблем и в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрим по различным целям. Для команды этот дальний поход стал первым. Корабль выполнял задачи в дальней зоне по обнаружению, слежению и выявлению кораблей иностранных государств, прикрытие группировки сил в пункте «Тартус» под руководством командования в дальней оперативной зоне, также слежениями за кораблями ВМС иностранных государств в сочной части Средиземного моря. На берегу военнослужащих встречали семьи. После долгого расставания жены с трудом сдерживают слезы. Конечно, скучала. Три месяца мужа не было. Мы вдвоем на хозяйстве с сыночком были. Сыночку пять лет исполниться. Очень переживали, чтобы папа ко дню рождения вернулся. Вот как раз к пятому июля. Да, я автограф. Папа обещания сдержал, как всегда, поэтому все хорошо. Экипажу корабля предоставят отдых. После отпуска корабль начнет выполнять специальные задачи в Севастополе. В Севастопольском управлении МЧС появились группы повышенной мобильности. Спасатели на мотоциклах патрулируют окраины и окрестности города, контролируют лесопосадки, пожароопасные участки. Мобильная группа, находясь на маршруте, может немедленно приступить к ликвидации пожара при его обнаружении, еще до прибытия основных сил огнеборцев. Для этого мотоциклы соответствующим образом оборудованы, а патрульные экипированы. Спасатели Главного управления МЧС России по Севастополю продемонстрировали журналистам, как мотоциклетная группа отрабатывает операции по тушению пожара. Быстро добраться до места пожара и немедленно приступить к его ликвидации – это главная задача мотоциклетной группы МЧС. Пока в Севастополе сохраняется угроза возникновения пожаров, спасатели ежедневно патрулируют окрестности нашего города. Если они видят, какой-то дым происходит из леса, они направляются туда, сообщают об этом в оперативно-диспенсерскую службу. По прибытию к месту, оценивая обстановку, если они справляются своими силами, они приступают к тушению пожаров. Если они не справляются, то они запрашивают дополнительные силы в виде пожарных машин и производят самостоятельное тушение пожаров. Специалисты МЧС и представители Севастопольского лесничества следят за состоянием зеленой зоны регулярно. Они обращают внимание, что чаще всего причиной пожара становится именно человеческий фактор – незатушенный до конца костер, брошенный на сухую траву окурок. Пожарные мотоциклы оснащены баллонами с водой, спецприобретениями для проникновения в задымленные помещения. Кроме того, у огнеборцев МЧС есть инструменты, которые позволяют спасти людей, попавших в ДТП. Мотоциклы оборудованы гидравлическим аварийно-списательным инструментом, которые могут извлечь, с помощью которого можно извлечь пострадавшего и оказать первую доврачебную помощь. Мотоциклы также оборудованы ранцевыми установками тушения пожара, которые вмещают в себя 20 литров воды и подсоединяется к ним баллон высокого давления. Второй баллон служит для защиты органов дыхания и зрения, если необходимо будет зайти в непригодную для дыхания среду. По информации представителей Севастопольского лесничества, в последнее время пожары возникают в частных секторах. Случаев с возгоранием леса не было, утверждают специалисты. Сотрудники МЧС и лесхоза обращают внимание жителей и гостей нашего города, что жечь костры в лесах запрещено. Нарушителям грозят штрафы. В Севастополе стартует проект «Спорт в каждый двор». Пресс-служба правительства Севастополя анонсирует, что теперь каждую субботу на детских площадках города с 6 до 8 вечера будут проводиться эстафеты, веселые старты, мастер-классы по различным видам спорта и уличные игры. Начнется проект 21 июня сразу на трех площадках. В Балаклавском районе на улице Строительной 43, в Гагаринском районе на улице Вакуленчука 25 и в Ленинском районе города на улице Флагманской 5. Позже проект стартует также на проспекте Победы 70, улице Громова 21 и на улице Морской пехоты 2. Развлекательную программу будут проводить тренера и педагоги городского центра социальных и спортивных программ Севастополя. По окончанию состязаний детей наградят сувенирами и памятными призами. Дополнительное детское образование в России сейчас переживает не лучшие времена. О том, как депутаты Государственной Думы намерены переломить эту ситуацию, рассказывают наши коллеги и журналисти телеканала Дума ТВ. В России становится все меньше кружков и секций для детей, которые работают на безвозмездной основе. За последний год доля платных услуг в этой сфере увеличилась на 8% с 54 до 62. Это связано с тем, что внеурочные занятия зачастую неинтересны школьникам. Зампредкомитета Госдумы по образованию и науке Ольга Духанина отметила, что каждый пятый ученик сегодня не занимается ничем, кроме уроков. Внимание к системе дополнительного образования демонстрирует президент Российской Федерации Вадим Вадимович Путин в последние годы. Общероссийский народный фронт анализирует не только данные статистики, но и проводит свои собственные опросы. И по нашим данным на сегодня около 22% детей в возрасте от 5 до 18 лет не посещают кружки и секции. Почти половина опрошенных школьников считают, что талант в себе можно развивать самостоятельно, и лишь 2% не желают его совершенствовать. А каждый десятый ребенок уверен, что развитие личности невозможно без посещения дополнительных внеурочных занятий. Пункт самореализации развития, он у нас вошел в топ-3, и показатель подрос сегодня 30%, год назад было чуть больше 19%. То есть для ребят за год вот эта вот возможность развиваться, возможность реализации, она подросла. Нам очень важно, чтобы инфраструктура системы дополнительного образования была разнообразна, была качественная с точки зрения реализуемых образовательных программ, была доступна в зоне ближайшего нахождения к месту проживания ребенка. Госдума в первом чтении приняла законопроект о социальном заказе. Он закрепляет механизм персонального финансирования в системе дополнительного образования. Согласно тексту документа, бюджет будет оплачивать конкретное количество бесплатных занятий, выделенных на каждого ребенка. Для этого нужно будет получить специальный именной сертификат. Сертификат, по сути, это персональный счет ребенка, на который зачисляются деньги, которые родители могут тратить по своему усмотрению, не ориентируясь на то, вот выключен этот кружок бесплатный навигатор, либо не включен. Получить сертификат на доп. образование можно будет уже этой осенью, установив мобильное приложение. В личном кабинете родители смогут выбрать подходящие для ребенка секции и заключить договор на обучение. Чтобы помочь школьникам определиться с неурочными занятиями, разработали интерактивную карту бесплатных кружков. Это такой своеобразный навигатор, размещенный на сайте возможности.дети. Человек, который выходит на данный ресурс, он смотрит кружки какого направления ему интересны, нажимает данное направление, и на карте высвечиваются вот такие точки места активности именно по данному направлению. Это облегчает поиск. Вы можете взять поиск по региону. Чтобы устранить нехватку кадров в системе дополнительного образования, правительство предложило допускать к работе с детьми людей без диплома педагогического вуза. Гораздо важнее иметь документ об окончании того университета, чья направленность соответствует профилю секции. Даниил Михайлов, Денис Злобин, Дума ТВ. Благодарим наших коллег с телеканала Дума ТВ. В Севастополе подвели итоги чемпионата города по граффити. Он был приурочен к Дню города. 13 июня, когда соревнования начались, директор департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя Андрей Демидов рассказал, что перед началом чемпионата городскому архитектурно-художественному совету заявки на участие и эскизы работ подали 20 художников из Севастополя, Симферополя, Москвы, Северодвинска и Нижнего Тагила. По словам чиновника, из предложенных работ было отобрано 12. Для них выделили несколько площадок города. Вот только сделать конкурс грандиозным и масштабным не вышло. В итоге к реализации почему-то было допущено только три работы. Они и сейчас красуются на улице Бресской. Между немногочисленными участниками и распределились призовые места и денежные призы. Артем Леньков с работой Владимирский собор Херсонеси и Людмила Богудская с рисунком генералиссимус Суворов разделили второе место. Третье занял Игорь Назаренко с работой Дельфины. А к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севан Форум Бюро. Эфиры вечером в 19 часов в 21.30, 23 на 0. Ночью в 2 часа и 3.30, утром в 6, 8 и 10 часов. Днем в 12.05, 15 и 17.30. Телефон редакции 59-00-62, а также мобильный плюс 7978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfistv.com. Ждите новостей и хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова